Всем привет! Чем я занималась последние два месяца? Всё просто. Я училась, училась и ещё раз училась. Читала книги, занималась спортом, дрессировала свою кошку, удаляла зубы мудрости, устанавливала брекеты и привыкала к ним. Праздновала 8 марта, училась водить. В общем, делала всё, кроме съёмки влогов на YouTube. Что ж, дорогие друзья, теперь я возвращаюсь и хочу показать, как проходят мои будни, учитывая, что три месяца назад я перевелась на онлайн-обучение. В итоге уборки несколько вещей покидают мой гардероб. Скорее всего, отдам их своим знакомым, потому что все вещи абсолютно новые. Я их просто не ношу, за исключением одного свитшота. Его я надевала несколько раз. Первое — это свитер. Купила я его буквально месяц назад, но просто поняла, что носить его не буду. Ни разу вообще не надевала. Это свитшот, о котором я говорила. Изначально, когда заказывала, прогадала немного с размером. Слишком уж он большой, поэтому я его, конечно, надела пару раз, но больше носить не планирую. Этот бомбер я также ни разу не надевала. Слишком уж он специфичного для меня цвета. У меня, кстати, есть точно такой же, только бежевый. И я не уверена, что буду носить даже его, но, тем не менее, более он какой-то классический, что ли. Поэтому его я оставляю, а этот зелёный мой гардероб покидают. То есть, как вы понимаете, в последнее время я всё больше отхожу от спортивного стиля и делаю выбор в пользу классического, хотя вот и одно платье тоже от меня уходит. Оно такое достаточно облегающее, я его ни разу не надевала. Если честно, мне его вообще присылали на рекламу, по-моему. Я его тогда надела. Оно по фигуре у меня сидит отлично и выглядит прекрасно. Я думала, что буду его носить. Оно действительно неплохое, но по итогу я его ни разу так и не надевала. Не знаю почему, я бы сказала, просто некуда надевать, действительно. Поэтому она тоже меня покидает. Мне тут на днях доставили огромную посылку с настольными играми. Здесь их пять штук. Одну я вчера уже открыла. Это энциклопедия. Она из этих всех самая сложная. И продолжительность игры составляет около полутора-двух часов, но в неё можно играть даже в одиночку. А вообще все эти игры я заказала, поскольку мой брат уже совсем скоро приезжает в отпуск. Насколько я знаю, где-то в середине апреля. Мы просто обожаем играть в настольные игры. Всегда, когда приезжает он со своей семьёй, все настолки, что у меня есть, идут в ход. Из самых дальних ящичков достаются. А сейчас будем пробовать ещё и новые. Я ещё не рассказывала об этом здесь, на YouTube, но в последнее время я занимаюсь в онлайн-школе разговорного английского, где у нас четыре занятия в неделю. Два занятия с преподавателем в группе и два занятия, получается, скажем так, личные какие-то созвоны. То есть нас с учениками в группе объединяют в пары, и мы вместе с ними созваниваемся. Вот сейчас у меня будет один из таких созвонов. Нам после каждого урока отправляют воркбук с вопросами, которые мы должны обсудить во время нашей, скажем так, личной беседы. Of course, you just have an opportunity to get acquainted with people from different countries. And you have an opportunity to show yourself to this world. Because lots of people can see you in social medias. Буквально через пару минут у меня начинается уже второй созвон по-английскому за этот день, но теперь уже в группе. I'm a person of paper, of writing, so for me the best way to understand how to achieve my goals is to just to sit down and write all steps you need to achieve your goal. Я вам, собственно, особо не рассказывала, что сегодня происходит. Дело в том, что мы с мамой снимаем очень популярный сейчас тренд. Знаете, когда человек тянет бумажечки и делает какой-то выбор, после чего мы идем совершать это действие. Вот, собственно, сейчас мы в магазине. Мама выбрала одежду, поэтому покупаем одежду. Вечером мы с Машей вместе идем в театр. Те, кто подпишутся на мой инстаграм, вообще, наверное, может быть на ютубе, я тоже смотрю и знаю, кто такая Маша. Это девочка, которая мне очень хорошо помогла буквально пару месяцев назад, когда у меня были проблемы с моим телефоном. Я чуть ли просто была на грани того, чтобы потерять все свои данные. Абсолютно каждый раз, когда я прихожу в это место, заказываю себе овсяную кашу и какао. Через граду и сердце каждого сказать «да» — это возможно. Это только кажется, только кажется невероятной и безбыточной мечтой. Но миллионы людей с разных континентов, с разным цветом кожи и глаз, прошедшие этот удивительный путь открытий на разных языках, говорят, что да, это возможно, хоть и кажется, что невероятно. Красота женщина существует для того, чтобы видеть восхищение в глазах любимого, когда она видит, что он — это счастье. Храбрость мужчины. Его подвиги живут в сияющем блеске восторженных глаз любимой, когда он видит, что она — это счастье. Сейчас только что закончился спектакль, я жду свое такси, но это было невероятно. Дело в том, что буквально в последний момент за 10 минут, не за 10 минут, за час где-то, да, до начала, Маша написала мне, что она не сможет со мной пойти, ей резко стало плохо, у неё поднялась температура. Вот, я даже стала подумывать, стоит ли мне вообще идти, потому что я просто хотела провести приятное время, пообщаться с Машей, но абсолютно ни капли не жалею. Это было чудесно. Полтора часа восторга, жизни, мурашек по коже. Невероятно. Всем приветик, у нас сегодня уже понедельник, вчера был супер насыщенный день, думаю, по предыдущим кадрам это понятно, у нас светит очень яркое солнце, поэтому я даже немножечко не в фокусе. Тем не менее, я хотела бы уделить несколько слов театру, в котором я вчера была, потому что поразило меня, конечно, до глубины души. Это были полтора часа настоящей жизни, эмоций, восторга, мурашек по коже. Вначале мне показалось всё представление каким-то, может быть, даже немного нелепым, безрассудным. Я, кстати, вспомнила слова из песни «Обыкновенное чудо» — нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. И действительно так оно и есть. Вначале ты думаешь, что за странное какое-то представление, а к концу ты понимаешь, что это невероятно. Так вот, концепция театра заключается в том, что среди актёров всего два человека, которые в течение представления меняют образы, вернее, становятся как бы другими людьми, не меняя одежды, не меняя голоса, не меняя абсолютно ничего. Они настолько здорово перевоплощаются, настолько прекрасно входят в роль, что ты воспринимаешь одного и того же человека совершенно по-разному. Просто сложно описать, насколько прекрасно это было. В некоторые моменты весь зал хохотал, в другие половина зала плакала. Когда шоу-представление закончилось, мы выходили, я видела огромное количество людей со слезами на глазах. Последующие минут 30 по окончании спектакля я не могла практически разговаривать. Я стояла, у меня в голове было тысячу мыслей. И самая главная простая истина, которую мы все прекрасно знаем, но о которой нам в очередной раз напомнили во вчерашнем представлении, о том, что мы и являемся счастьем, мы являемся источником счастья. И то, каким мы будем видеть этот мир, какими мы будем видеть других людей, зависит только от нас. И именно здесь начинается наше счастье. У нас сейчас на часах полодиннадцатого. Последние полтора часа я провела над корректированием материалов для финальной защиты уже проекта. То есть здесь у меня доклад и презентация. Надеюсь, что сегодня у меня хватит времени и сил записать еще и видео, чтобы полностью его отправить уже сегодня и покончить с этим проектом. И после у меня, получается, остается сдача только девяти домашних заданий. И все, по сути, я закрыла весь год. Вот остался проект и девять ДЗМ. И раз уж у нас с вами зашел разговор об индивидуальном проекте, давайте расскажу, как у меня вообще с ним обстоят дела. Начнем с того, что в онлайн-школе проект делится на несколько частей, каждый из которых приносит тебе определенное количество баллов. То есть 20 баллов тебе дается за выбор темы и написание введения, 40 баллов дается за написание самого проекта, который я уже успешно получила. И последующие 40 баллов оставшиеся даются за успешную защиту проекта. То есть сейчас у меня 60 баллов есть. И для того, чтобы получить еще 40, максимум 40, мне нужно записать свою защиту. Многие меня спрашивали о формате защиты, поскольку в обычных, скажем так, общеобразовательных офлайн-учреждениях ты, по сути, приходишь к комиссии и защищаешь свой проект. Тебе задают вопросы, ты отвечаешь, вкратце рассказываешь все. Здесь немножечко другая ситуация. То есть здесь в конце третьей четверти я отправила проект на проверку, мне его утвердили, поставили за него максимальный балл. Теперь же мне нужно будет защитить, и для этого я написала план доклада, сделала презентацию, и после этого мне нужно записать себя на видео с помощью специальной программы, где будет на весь экран моя презентация, и в уголочке буду я. Собственно, мне нужно тезисно рассказать о своем проекте и отправить этот смонтированный потом уже ролик на проверку. Как я уже сказала, максимум за это задание можно получить 40 баллов, но если тебя устраивает тройка, то можно вообще защиту не делать. Разумеется, тройка меня не устраивает, поэтому я вот хочу сегодня защитить свой проект, и что ж, удачи мне, будем сейчас записывать все. Презентация у меня на 13 слайдов, а сам доклад на две странички, по сути, я буду просто его читать, и дело в том, что время защиты не должно превышать 5 минут, поэтому здесь вот совсем кратенько, тезисно. Ну что ж, я неспроста в 4 дня в своей комнате нахожусь в белой рубашке, только что я записала защиту проекта, записала, наверное, раза с третьего, просто сбивалась, но ничего страшного. Главное, что записала, теперь остаётся только отправить и ждать результаты проверки. Обычно на это уходит буквально денька 3. А также в предложении возможных вариантов повышения интереса к литературе. For me, music is a kind of therapy, it is something that gives you energy, something that just, I don't know, makes you happy, because I don't know what about you guys, but as a person who study at home, lots of time I spend at home, in my room, so it plays in the background almost, I don't know, every time I'm at home. Кстати, я тут на днях осознала, что ровно год назад прошёл уже целый год, вместо того, чтобы спокойно жить и не паниковать, я судорожно готовилась к ОГЭ. Сейчас, вспоминая свои эмоции, понимаю, что просто куда больше себя накручивала. Сдавала я, кстати, математику, русский, английский и обществознание, по всем предметам 5, за исключением обществознания, поскольку к нему я практически не готовилась. Вообще интересная ситуация произошла с английским, примерно за полгода до экзаменов я попрощалась со своим репетитором, и вплоть до марта практически ничего не делала. В марте же я записалась в онлайн-школу Умскул, и трёх месяцев занятий мне хватило, чтобы сдать экзамен практически на максимум. Умскул — это крупнейшая онлайн-школа по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Помимо годовой программы, у них есть экспресс-подготовка за 45 дней с нуля, пройдя которую вы сможете легко освоить любой предмет и сдать экзамен на высокие баллы. Самое интересное — это формат обучения. Все необходимые материалы для подготовки собраны в одном месте, на умной образовательной платформе, где вы также можете отслеживать свой прогресс. Вам не нужно быть привязанным к месту или времени, вы просто смотрите занятия онлайн, и закрепляете всё на практике в домашних заданиях с индивидуальной проверкой и пробниках, которые будут у вас на минуточку каждый месяц. Всё очень удобно, увлекательно и эффективно, говорю по своему опыту. И по цене, кстати, для обучения выходит намного дешевле занятий с репетитором, а по нескольким предметам можно заниматься со скидкой. Если вы хотите высокие баллы на экзамене, то по своему опыту рекомендую вам онлайн-школу Умскул. Ссылку оставлю в описании. Ну что ж, у меня есть просто чудесные новости, максимально быстро, я даже не ожидала такой скорости. Проверили мой индивидуальный проект, вернее, защиту, и по итогу поставили 90 баллов из 100. Дело в том, что я совершенно забыла прикрепить презентацию, которая у меня сделана, которая показана на видео. За счёт этого сняли 10 баллов, но в любом случае это пятёрка. Поэтому, да, я сдала индивидуальный проект. Да, безумие счастлива, потому что на протяжении всего года шла работа над ним, и теперь у меня остаётся только сдача 9 домашних заданий для закрытия всего учебного года. У нас сегодня просто чудесная погода, сама удивляюсь количеству солнечных деньков в последнее время. И хочу показать вам то, на чем я работала всё сегодняшнее утро. Это моя презентация, небольшой проект, я бы сказала, для онлайн-школы английского, в которой я занимаюсь, потому что там система следующий месяц, мы занимаемся, получается, в группе, и в конце месяца делаем проект на определённую тему. В этом месяце это, собственно, my dream job, who do I want to become in this life. И, соответственно, я поделилась своими мыслями. Я тут уже приготовила другой телефон, буду себя снимать, чтобы какие-нибудь интересненькие моменты срока вам показать. My dream job, who do I want to become in this life, it is a marketer. To invent, create and devise, that's what I want from a future profession. Marketing already includes these points. Настроение на сегодняшний день у меня следующее. Я практически всё утро потратила на выполнение домашних заданий, зато сделала контрольные по биологии и химии. Теперь до конца четверти остаётся создать 7 ДЗ. Три часа, ровно три часа я потратила на одно домашнее задание по геометрии, если бы точнее, это контрольная работа, итоговая за весь год. И всё, теперь до конца года остаётся 6 домашних заданий. У меня сегодня такой интересный образ, максимально школьный, косички, воротничок, чёрное платье, но в школу я, разумеется, не иду. А ещё, кстати, ко мне буквально минут 20 назад приехал курьер, привёз новую посылочку и давайте её распакуем. Это на вашем пункте, будем тестировать, надеюсь, что мне понравится и подойдёт. Всем приветик, у нас сегодня просто отличная погода, не менее прекрасное настроение. И я сейчас хотела бы показать вам промежуточный результат того, что я вообще делаю за последнюю неделю, именно в онлайн-школе, соответственно, какие оценки у меня выходят за эту четвёртую четверть. Такая ситуация у нас на данный момент, осталось 3 домашних задания, всего 3 до конца этой четвёртой четверти, до конца учебного года. Получается, у меня 2 задания обязательно остались, последние по информатике и одно по физике. Я за эту четверть получила 3 тройки, что, конечно, для меня максимально нетипично, удивительно. Первое по русскому языку, это вообще, конечно, что-то с чем-то, просто не понравилась структура моего сочинения, с чем я в корне не согласна. И по физике здесь мне сказали, что я списала... Было несколько зданий, якобы одно я списала. Опять-таки, доказать здесь особо ничего не получится, поэтому 2 тройки у меня есть. Но, тем не менее, годовые все выходят пятёрки. Ну что, друзья мои, я думаю, что пришло время завершать этот влог. Спасибо, что были со мной. Таким образом, соответственно, прошла моя последняя учебная неделя, вообще мои будни, и уже совсем скоро, поскольку учёба закончилась, начнутся всевозможные поездки, начнутся каникулы, лето, поэтому надеюсь, что на моём YouTube-канале будет множество новых роликов.